Привет, красотки! Я думаю, если вы на канале не первый день, для вас уже не секрет, что я просто обожаю магазин серебряных украшений Анна Силоваренко на ebay. Я не единожды делала там заказы, и сегодняшнее видео будет очередным видео, в котором мы рассмотрим мои покупки в этом магазине. И, девчонки, в этот раз я также решила сделать видео более информативным. Я вам здесь расскажу о каждом из камней. Я даже сделала небольшой конспект в этом блокнотике. Вы знаете, что сама я покупаю камни, основываясь на том, нравится мне украшение или нет. Я никогда не заморачиваюсь значением камня и так далее. Но если вы являетесь тем человеком, кому интересно узнать, как именно этот камень может вам помочь в вашей жизни, то эту информацию я сегодня вам тоже расскажу в этом видео. Первое украшение, о котором мы поговорим, это вот это вот кольцо с розовым турмалином. Наверное, одно из самых любимых колец во всей моей коллекции. Я просто в диком восторге от его формы, от сочетания оттенков. И очень мне нравятся, кстати, вот эти детали. Видите? Эти штуки можно крутить. Всю информацию о камнях, которые я вам буду зачитывать из своего конспекта, я взяла на сайте crystalwalls.com Отличительным свойством турмалина является его способность становиться электрически заряженным при нагревании или трении. Один конец становится положительным, другой отрицательным. Это позволяет притягивать частицы пыли или даже маленькие кусочки бумаги. Голландские торговцы раньше использовали его для того, чтобы вытягивать золой с труб и называли они камень Aschentracken. Розовый турмалин – это камень эмоций, помогает при стрессе, избавляет от тревоги и старого чувства вины. Фантастически красивое кольцо с аметистом. Оно напоминает мне какие-то перья или крылья. Форма мне очень нравится, сам стиль кольца мне нравится. Считается, что камень наделяет человека проницательностью, гасит боль и тревогу, помогает ощутить покой и расслабление. И название это произошло от греческого слова Аметустос, что значит «неотравленный» и связано с легендой о Бахусе, боге вина. Он был зол и решил выместить свой гнев на первом встречном, бросив его на растерзание своим тигром. Красавица Аметист направлялась в храм Дианы, и дикие звери Бахуса атаковали ее по дороге. Но богиня спасла Аметист, превратив ее в прозрачный белый кристалл. Апахус, сожалея содеянным, окропил камень соком винограда. Аметист связывают с римской богиней Луны, защитницей животных Дианой. И также его связывают с Артемидой, греческой богиней охоты и деторождения. Следующее украшение это фантастически красивое кольцо с лунным камнем. Вы, наверное, заметили, что я просто обожаю этот камень. У меня уже, наверное, минимум четыре украшения с ним есть в коллекции. Но я просто не смогла устоять, потому что вот эти вот викингские мотивы в кольце просто говорили с моим сердцем напрямую. И давайте, наверное, зачитаю вам, что нам сайт говорит о лунном камне. Лунный камень очищает сознание и защищает. Ослабляет воздействие негативных энергий и эмоциональных травм. Успокаивает и умиротворяет, также помогает контролировать эмоции. Камень связывают с Никс, греческой богиней ночи. Обычно ее изображают верхом на колеснице, за которой тянутся звезды, раскрашивая ночное небо. Очень давно хотела приобрести дымчатый кварц, но не могла никак найти тот стиль кольца, который будет мне интересен. Это кольцо выглядит достаточно готично, по-вампирски. Навевает мне мысли о викторианском Бале. Именно по этой причине я его и приобрела. Дымчатый кварц это символ силы и, как говорили дроиды, он несет в себе темную силу богов земли. Он также защищает своего владельца. Камень этот связывают с Гекатой, которая является богиней знания, богиней перекрестков и призраков. Кольцо с голубым опалом купила я его по большей части, опять же, из-за того, что оно напомнило мне о теме викингов. Никогда в жизни не являлась обладательницей голубого опала. И сам камень вполне симпатичный. Единственное, что я не в восторге от светлого оттенка серебра. Если вы знаете, как в домашних условиях можно сделать это кольцо более старинным, пожалуйста, напишите мне об этом внизу в комментариях. Голубой опал помогает говорить четко и дает способность выражать свою точку зрения, не вступая в конфронтацию. Также он дает спокойствие и силу. Его связывают с энергией воды и богиней Персифоной. Она является богиней подземного мира, которая правит во время холодной, жесткой зимы. Она же богиня весны и возрождения. И давайте, наверное, поговорим о той подвеске, которая сейчас присутствует на мне, пока я не забыла о ее существовании. Подвеска с яшмой, которая носит название Мукаид. Австралийская яшма Мукаид помогает открыть свой потенциал и двигаться к цели. Помогает сбалансировать духовное и физическое, а также она замедляет старение. Ее связывают с римской богиней Бонадея, богиня женщин и плодовитости. Также эту яшму связывают с богиней, которая носит имя Гая, греческая богиня Мать-Земля. Рождена из хаоса и пустоты. Она является собой землю в плоти. И последняя вещь, которую нам здесь осталось рассмотреть, это фантастически красивые серьги с камнем по имени Передот. Купила я их не из-за камня, а из-за их стиля и формы. Напомнили они мне о постапокалипсисе, о матрице, о киберпространстве, о том, что я обожаю. Милитри волна тут тоже, по-моему, чуть-чуть присутствует. И давайте с вами чуть больше узнаем о Передоте. Он и Бриллиант формируются не в земле, а в горных породах, которые вышли на поверхность вследствие извержения вулканов. Его считают защитным камнем, солнечным камнем, камнем, который отгоняет тьму. Помогает избавиться от страхов, укоротить гнев и ярость. Помогает простить и идти вперед. Его связывают с богиней Лакшми в индуизме, это богиня удачи и изобилия, с богиней Пеле, гавайская богиня огня и вулканов, с Персифоной, которая является греческой богиней весны и символом новой жизни. Расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, было ли вам интересно услышать информацию о каждом из камней. И если да, то в последующих видео о покупках с этого магазина я вам расскажу еще больше информации, сделаю более обширный ресерч и так далее. Спасибо огромное за просмотр, всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok